Мы, весь азербайджанский народ, хорошо знаем, что во времена оккупации Пакистан был одной из нескольких стран, которая всегда поддерживала нас. Однозначные заявления высокопоставленных лиц Пакистана в поддержку Азербайджана, а также их политическая поддержка справедливой позиции нашей страны во время Второй Карабахской войны, Отечественной войны, придали нам дополнительную силу и мощь. Из-за оккупации Пакистан не установил дипломатические отношения с Арменией. Во время победных празднеств в ноябре 2020 года наши люди держали в руках флаги Азербайджана, Пакистана и Турции. Это делает наши отношения уникальными. Наши сегодняшние обсуждения с целью наполнить эти отношения практическими проектами также строились на этом фундаменте. Мы дали все необходимые поручения членам кабинетов министров. Они уже находятся в контакте. Завтра утром они встретятся вновь, прежде чем я снова увижу дорогих братьев, чтобы рассмотреть и проанализировать с ними обсужденные проекты. Как упомянул мой брат, мы планируем, что общий объем наших инвестиций на первоначальном этапе составит около 2 миллиардов долларов. Мы уже рассмотрели несколько проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, связи и многих других, включая оборонную промышленность, где мы уже очень успешно сотрудничаем. Таким образом, мы будем строить сильные партнерские отношения не только на политическом уровне, которые у нас уже имеются, но и на экономическом, на уровне торговых инвестиций. Посмотрите, сколько документов было подписано сегодня. Мы были свидетелями долгого обмена этими документами. А теперь представьте, сколько времени ушло на их подготовку. Они будут служить основанием для повышения уровня взаимной торговли. Один из них я хотел бы особо отметить. Это документы преференциальной торговли. На начальном этапе мы определили 9 позиций в соответствии с существующим форматом преференциальной торговли. Но это только начало. И, конечно, большая ответственность будет лежать на том человеке, которого мой брат попросил встать, чтобы все в Исламабаде его знали. Так что участие в восстановительных работах — это большая ответственность и одновременно большая честь. Кстати, я отправил его и его команду сюда по просьбе моего брата. Они уже давно здесь и уже подготовили первый вариант проекта, который мы представили господину премьер-министру. Проект рассмотрят, и в случае его одобрения он немедленно приедет со своей командой и сделает все, чтобы этот прекрасный город стал еще краше. Спасибо вам, дорогой брат, за ваше братство. Спасибо за поддержку. Ваш визит в Азербайджан в июне прошлого года был своего рода прорывом. Мы всегда поддерживали и всегда сотрудничали друг с другом. Сейчас же мы занимаемся практическими вопросами торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и транспортных коридоров. Все это наши планы. И все наши планы будут реализованы. Так что еще раз спасибо за гостеприимство и приглашение. Желаю братскому народу Пакистана всего наилучшего. Добро пожаловать в пакистан. Спасибо.